Руководство земли Бранденбург прибыло на курорт поддержать свою национальную сборную, поэтому в составе команд чиновники двух городов. Команду российского курорта возглавил мэр Анатолий Пахомов. Как и принято, гостей встречали хлебом с солью. Перед началом товарищеского матча игроков из Германии угостили караваем. Сам же матч прошел в рамках молодежного проекта «Мосты», задача которого – строить мосты между старшим и молодым поколением двух стран. Футбол имеет политическую составляющую, отметили немцы. Он может объединять государства и народы. «И спорт соединяет. Если большие политики не всегда говорят так, как можно было бы ожидать от них, то мы видим, что спорт строит мосты». С Германией у Сочи давно тесные связи. Уже десяток лет курорт сотрудничает с городом-побратимом Баден-Баденом. Теперь с коллегами из Германии налажены не только деловые партнерские, но и дружеские связи, подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. «Ничто так не объединяет, как вот именно победа или воля к победе. А потом ничто так не радует, когда друг другу жмешь руки по-настоящему. Это действительно объединяет. Ты становишься за какие-то 45 минут уже братом, давно знакомым. Именно спорт, именно футбол, который общенародный вид спорта, он действительно объединяет. Ну а для России он ее открывает еще раз. Россию гостеприимную, Россию культурную, Россию крепкую и, конечно, Россию спортивную». Первый гол принимающая сторона уступила гостям. До конца игры казалось, что гостеприимные сочинцы уступят немцам и победу. Но буквально за секунду до конца игры счет сравняли. Гол ворота соперников забил директор спортивной школы номер 10. К слову, бывший игрок сочинской жемчужины. «На последней минуте, причем во время свистка продолжительного судьи, мы забили, и этот гол считается. Пока свисток звенит, ты забиваешь. То есть все как надо. Вот эти эмоции, которые сейчас есть в период проведения чемпионата мира в нашем городе, мне кажется, это самое главное в жизни каждого футболиста или человека, который причастен так или иначе у нас в городе сочек к футболу. А как выяснилось, у нас все любят футбол, и весь город играет в футбол. И не важно, кто сегодня забил, не забил. 1-1, я считаю, достойный результат для нас и земли Бранденбурга». Именно на такой исход рассчитывали обе команды. В итоге же сборная Бранденбурга отметила, что для болельщиков это, возможно, была репетиция. Немецкая сторона была бы не против встретиться с россиянами еще раз, но уже в Москве, в финале чемпионата мира. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».